Его называли «Черная смерть» минус каким был легендарный снайпер Тулеугали Абдыбеков. Казахский снайпер Тулеугали Абдыбеков, слава о котором гремела по всесоюзному радио на всех фронтах Великой Отечественной, оказался незаслуженно забыт в наши дни. Еще недавно имя Тулеугали Абдыбекова ничего не говорило казахстанцам. Но благодаря книге «Берек Абдыгалиулы» забытый герой его история стала бессмертной. Меткий глаз и крепкие руки. Тулеугали Абдыбеков родился в сентябре 1916 года в семье Абдыбека Насархана на территории нынешней Восточно-Казахстанской области. Меткой стрелять его научил отец. Мальчик увлекался охотой. Его трофеи поражали даже бывалых охотников. Фото, официальный аккаунт Минобороны РК Тулеугали Абдыбека в 1932 году по приглашению родственников Тулеугали переехал в Южный Казахстан, в совхоз Пахтарал, где работал хлопководом. Отсюда он был призван в ряды Красной Армии и служил в Хабаровском крае. После окончания службы Тулеугали вернулся на родину, занялся хлопководством и возглавил бригаду. Женился на красавице Найсом Куль. У них родились двое детей, но они умерли в раннем возрасте. Спутник – Абзалкалиев. Книга забытой героя о подвигах казахстанцев в Великой Отечественной войне. Пара мечтала о детях, но тут грянула война. Вместе с группой новобранцев Тулеугали в мае 1942 года с юга Казахстана прибыл на Калининский фронт, снайпер Панфил Овец, о котором писали в газетах. За неполных два года, с 14 мая 1942 по 21 февраля 1944 госснайпер Стрелковый рот Италиугали Абдыбеков лично уничтожил из своей снайперской винтовки 397 фашистов. Советские снайперы Великой Отечественной войны. Заметка в газете «Комсомольская правда» 1942 года, в которой упоминается Тулеугали Абдыбеков. Тулеугали был не только метким стрелком, но и хорошим учителем. Он организовал снайперское движение в своем полку и обучил 32 снайпера. Красноармейская газета 8-й гвардейской стрелковой дивизии за родину 18 сентября 1942 года писала, «Сейчас на боевом счету снайпера Абдыбекова 102 истребленных гитлеровских ублюдка, которые никогда больше не будут распространять зловоние на нашей земле. Пока видят мои глаза и руки крепко держат винтовку, не будет жить я фашистам», — говорит снайпер. В передовой статье газеты от 2 октября 1942 года слава отважным снайперам посвященной следу снайперов писали, «Наш славный снайпер Абдыбеков рапортует следу, что всего несколько часов тому назад он насмерть уложил 125-го фашиста». В кратком отчете военных действий 8-й гвардейской стрелковой дивизии за 1942 год отмечалось, что ко второму следу снайперов дивизии в декабре 1942 года старшим сержантом Абдыбековым было истреблено уже 219 фашистов. Слава о знаменитом стрелке Тулеугали Абдыбекове разнеслась по всему фронту, о его боевых заслугах в канун Нового, 1943 года, была организована передача по всесоюзному радио. Эту передачу с большим восторгом слушали его родные, друзья и товарищи из совхоза Пахторал. Директора совхоза МФ Грес от имени рабочих и служащих написал письмо на фронт. Оно было опубликовано в дивизионной газете. Здравствуйте, дорогой наш герой, товарищ Абдыбеков. Передаю вам привет от всего коллектива рабочих и служащих совхоза. О ваших подвигах знает вся страна. О ваших героических делах мы слушали радиопередачу из Москвы. Мы гордимся вами, наш славный земляк, говорилось в тексте письма. Снайперская дуэль. Тули Угали погиб 23 февраля 1944 года. В день советской армии он был сражен в снайперской дуэли. Рея новости начала Великой Отечественной войны. Редкие архивные кадры в тот день Абдыбекову не здоровилось, но вместо того, чтобы лечиться, он ушел в поле. Пуля попала ему в шею, но ответным выстрелом он убил врага на повал, исполнив свой долг. Тули Угали умер в госпитале и был похоронен на северо-восточной станции на Сваново-Сокольнического района Калининской области. Ружье легендарного снайпера передали его ученику Аширале Османолеву, который к концу войны ликвидировал 129 фашистов. Безвестный герой. Почему? Тули Угали Абдыбеков был посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден лишь орденом Отечественной войны и степени. Фото, советские снайперы Великой Отечественной войны и наградный лист на имя Тули Угали Абдыбекова. Возможно, причиной непредоставления звания Героя стал тот факт, что в своей анкете Тули Угали Абдыбеков честно написал, что его дядя Кемиль Бай был репрессирован. В 1944 году, в день празднования трехлетия 8-й гвардейской дивизии, командование послало в Казахстан делегацию с рапортом о боевых подвигах дивизии. Вместе с делегацией была отправлена винтовка номер 2916 с боевым паспортом. Она до сих пор хранится в Центральном государственном музее Республики Казахстан. Нужно давать народного героя – Халы Арманы. На презентации книги «Забытый герой» корреспондент «Спутник Казахстан» встретился с родственницей Тули Угали Абдыбекова Игуль Кемилбаевой. Она – племянница Тули Угали Абдыбекова, писательница, прозаик и журналист. Спутник – Абзалкалиев. Родственница Тули Угали Абдыбекова Игуль Кемилбаева. Мой дед Кемилбаин Асарханов был репрессирован в 1937 году, Тули Угали Абдыбеков приходится ему родным племянником. Он должен был стать трижды героем Советского Союза, но не стал, потому что в анкете было указано, что его родной дядя Кемилбаев был репрессирован, рассказала Айгуль Кемилбаева. Она призналась, что много лет не только казахстанцы, но и родственники почти ничего не знали о нем и его подвигах. Мой отец в два года остался круглым сиротой. Родственников по отцовской линии мы мало знали, сетует Кемилбаева. Отыскать информацию о своих предках ей удалось лишь на 60-летие победы, в 2005 году. Я нашла его по статье «Историк от Лео Кульбаева», там были указаны имена моих предков. Я не думала, что Тули Угали настолько близкий мне родственник. Затем удалось получить данные из военного архива. Мой дядя убил лично 397 человек. Я думаю, это тяжело, убить столько людей, но у него не было выбора, это была война, рассказывает Айгуль Кемилбаева. Фильм о Великой Отечественной войне. Племянница легендарного снайпера признается, что хотела бы написать сценарий для фильма на основе поразительной истории Тули Угали Абдыбекова. А еще нужно увековечить память Тули Угали званием Мхалы Аарманы, народный герой минус высшие госнаграды Казахстана, считает Кемилбаева, ведь он так много сделал для родины.